Мартовским утром 81-го года по коридору киевской гостиницы студийная шел человек. Поднялся по лестнице на третий этаж, резко толкнул дверь номера и вошел внутрь. Увиденное повергло его в шок. Нет, не сама смерть. Таких смертей он видел сотни. Лицо лежащего на кровати в самом обычном номере самой обычной советской гостиницы было ему хорошо знакомо. Человек сел за стол, достал листок бумаги и вместо привычных слов протокол осмотра написал. 3 марта 1981 года. Умер Олег Даль, выдающийся русский актер. Ему было всего 39 лет. Через час после случившегося в Москве в квартире на Смоленском бульваре раздался звонок. К телефону подошла жена Даля, Лиза. Алло, слушаю. Тихий голос в трубке произнес. Вылетайте немедленно. Произошла трагедия. На следующий день Лиза и близкие друзья Олега, актеры Валентин Никулин и Владимир Заманский, вылетели в Киев. Помоги и спаси, о Господи. Сбереги и укрой, о Господи. Погляди на меня, о Господи. Вот я весь пред Тобой, о Господи. Я живу, не клянясь, о Господи. Подари мне покой, о Господи. Ранним весенним утром 78-го года Олегу не спалось. Он крутился, вертелся на своей маленькой раскладушке, поджимая торчащие ноги, а сон все не шел. Они жили в хрущевке, а Олег ведь длинный. Там две мамы, Олега и Лиза. Лиза и Олег. И Олег спал на раскладушке. Квартирка очень маленькая. И когда ночью кому-то надо было мимо пройти, все задевали его ноги. Олег понимал причину своей бессонницы. Он все время вспоминал недавний разговор с Эфросом. Тот просил подождать, потерпеть, мол, все будет. И новая квартира, и Гамлет. Ждать Олег не мог. Даль словно чувствовал, время уходит. Беляев в медовом месяце мальчишка, студент, а Олегу 37. Он давно уже вырос из этой роли. После спектакля Эфрос что-то говорил о коллективе. Олег пытался что-то объяснить в ответ, а сам думал. Все понятно, чужой, не вписываюсь я в их компанию. Даль была из тех, который пришел туда с таким взглядом на несовершенство. И это его мучило. А в профессии не было таких пьес. И когда они доставались, то вот это его позиция, несовершенство мира, вот это у него было, и поэтому тоска такая. 25 мая 41-го года в семье Далей появился второй ребенок. Мальчик. Худенький, тоненький Олежечка. Мама чувствовала себя самой счастливой. Когда его в коляске стали вывозить на улицу, немцы уже бомбили подмосковные Люблинок, где жила семья. Пытаясь сесть на поезд, они бежали по перрону в поисках свободного вагона. В конце концов, маме освободили какой-то кусочек места. И она, значит, попыталась его перепеленать, перевернуть. И смотрит в ужасе. У него, он, оказывается, уже вниз головой был, как она его тащила, когда он рыдал и плакал. Когда Олег заявил родителям, что хочет стать актером, мама только всплеснула руками. С юных лет он картавил. Но тогда впервые проявился его характер. Справился с этим дефектом сам. И решение о поступлении оставил за собой. Подаю документы и в Щепку, и в Амбхат. И поступил. Обычный театр отжил свое. Нужно полностью отказаться от классики. Нужно рождаться заново. Об этом все говорят. ЮНЕСКО, КАМИЛ, БИКЕТ, САРТР и даже Охлопков. Даля брали и в Щепку, и в Амбхат. Он выбрал Щепкинское. Курс набирал знаменитый профессор Николай Александрович Анинков. Высокий и худой абитуриент рассмешил всю приемную комиссию монологом Ноздрева из «Мертвых душ». Затем прочитал отрывок из «Мцири» Лермонтова. После этого всем было уже не до смеха. Он был такой тонкий, звонкий. У него такая шевелюра была пышная. И он весь такой был оживленный. Он читал «Мцири». «Мцири» — это у него было, конечно, мой прям лучесман. Да что такое? Ну, во всяком случае, он читал, наверное, превосходно, потому что... Потом, говорит, и Вера Николаевна Пашина, и так, говорит, на меня все время смотрел с таким... каким-то этим самым. Ну, не знаю, во всяком случае, обратил на него внимание очень сильно. Анинков набрал очень талантливый курс, один из самых ярких за всю историю Щепкинского училища. Это очень смешное соединение Кононов, Витя Павлов и Даль. Вот эта троица, три мушкетера, это была такая бандитская шайка, потому что они были дерзки, они спорили, они с преподавателями вступали в невежливые споры. Экспроприация экспроприаторов! Ура! Ура! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Сейчас мы платили! Ребята, завтра, завтра идите дальше! Правильно! Анинкову хотелось, чтобы после училища Олег остался работать в Малом театре. Уговаривал. Но Олег отказался. Он мечтал о современнике. И старый мастер понял, отпустил. Он прощал любимому ученику всё. И даже разрешил Олегу ещё на втором курсе сниматься в кино. Теперь главное – это полная независимость. Вам не кажется даже в самых первых ролях, что это дебютант или неопытный ещё актёр? Говорят, как талантливый, но ещё неопытный, да? Вот про Олега это сказать невозможно. То ли он саморода, который уже сформировался от рождения, такие актёры есть, которому ни школа не нужна, ни учителя не нужны, никто. То ли это вот такой упрождённый профессионализм. На съёмочную площадку младшего брата Олег Дали и Саша Зброев попали не случайно. Их фото на Мосфильме увидел сам автор – Василий Аксёнов. И произнёс, так вот же они, мои мальчики. И только Андрея Миронова привела за руку мама. Вроде бы ничего особенного, да? Ну, мама помогала, мама сама актриса. Вот Олега это покоробило тогда. Олег всегда Андрея подкалывал. Андрей его боялся. Прожектор. Это звучит? Ха, прожектор – это хорошо. Только надо вот с Димкой посоветоваться, а? Да. Даля замечают – он начинает много сниматься в кино. Когда он пришёл в «Современник», он был уже известным актёром. За плечами несколько фильмов. Но у главного режиссёра театра Олега Николаевича Ефремова не было звёзд. Все были равны. Даль показывался на общих основаниях. Тут приходит мальчик. Вы думаете, что Олег Николаевич его принял и сразу начал на неё спектакли ставить? Нет. Так что Олег как бы немножко отодвинут был. Ах, паник, паноли! Ах, паник, паноли! Ах, паник, паноли! Тепла нет ни на грошь! Со стороны казалось – роли есть, спектакли идут, что ещё ему надо. Но эра того первого «Современника» уже заканчивалась. Открытая гражданская и художественная идея театра уходила в прошлое. Мы там дневали и ночевали в театре. И это были счастливые дни. Кроме того, в уставе было сказано, что мы все отказываемся от званий и не имеем права их иметь. Но жизнь – жестокая штука. Появились семьи, появились дети, надо было зарабатывать деньги. Потом появились автомобили, квартиры, стенки. И прочая ерунда, которая погубила творческое начало, появились звания, и искусство закончилось на этом. Даль не хотел превращаться в марионетку. Ролей становилось всё меньше. Он срывался. Когда Ефремов наказывал нерадивого ученика, то запирал его трудовую книжку в сейф, давая понять, что артист Даль в театре больше не работает, то устраивал проработку на собрании или, ещё хуже, не отпускал на съёмки. Когда мне говорили, вот он злой, я говорю, а почему? А он вот говорит, что это плохо, я говорю, ну это же действительно плохо. Человек говорит правду, и кто-то её должен говорить. Может быть, не везде это надо говорить, не везде уместно, но кто-то же её должен говорить. Нина шла по улице, и на неё оглядывались все прохожие. Она смеялась так заразительно, что рядом с ней смеялось всё. Дорошина была старше Даля на 7 лет, и, как все актрисы-современника, влюблена в Ефремова. Даль влюбился в Нину. Он рядом с ней, ребёнок, пацан, 22 года, первая любовь, первая женщина. Вместе Олег и Нина уезжали на съёмки фильма «Первый троллейбус». Вернулись с женихом и невестой. Значит так, на будущей неделе милости просим. Отстающих тоже? Сиди, пролепи, пиццы. Всех до одного. Далёк влюбился в Дорошину. За несколько дней буквально. Решил на ней жениться. Она была буквально почти первой его девушкой. А Нинька такая, она любила Олега Николаевича Ефремова. На свадьбе гулял весь современник. В разгар веселья Ефремов усадил невесту к себе на колени и сказал «А любишь ты всё-таки меня». И увёл её. Они недели не пока, и дальше страдал. Даль ушёл с собственной свадьбы и исчез на две недели. Никто не знал, где он был. Он вернулся так, как будто ничего не произошло. И никогда не упоминал об этой истории. Это было унизительно. Убить можно было Олега Николаевича. Но он этого не сделал. А Нинька ушла, а потом вернулась. В Догольку. Ну, конечно, после этого они недолго прожили. От бытовых неурядиц Даля всегда спасала работа. Он репетирует сутками, буквально ночуя в театре. В кино Даль искал своего режиссёра и интересный материал. И если всё совпадало, и сценарий, и режиссёр, то Даль мог бросить в ответ. Роль вроде бы неплохая. Если сойдёмся в позициях, может быть, и соглашусь. А если вдруг всё сходилось, вступало в бой начальство от кино. Сорвал две пробы у режиссёра Мотыля. Был не в форме. Но Мотыль назначил третью. Я виноват перед тобой. Виноват. Так виноват. Оба погорячились. С кем не бывает. Нет-нет, это я виноват. Я. Вердикт худсовета Ленфильма. Даля не утверждать. Но Акуджава и Мотыль отстояли 25-летнего артиста. Они в него верили. И писали сценарий Жени, Женечки и Катюши в расчёте на него. Считали, что роль Жени Колышкина может сыграть только Даль. Квардии рядовой 139-го гвардейского ордена Кутузова 2-й степени. Ордена Отечественной войны 1-й степени дивизиона гвардейских миномётов. Короче, Колышкин. Судьба у картины не сложилась. Как и у многих фильмов, в которых снимался Даль. Лента прошла третьим экраном. Когда к родителям Олега пришли знакомиться родители актрисы-современника Татьяны Лавровой, мама радовалась за сына. Недосягаемая девушка-мечта с грустными глазами и чарующей улыбкой у Лаврова стала знаменитой благодаря роли Лёли в фильме «Девять дней одного года». Во всяком случае, потом, когда у них сложилось что-то такое, тоже это было совершенно официально, знакомились родители, значит, их приветствовали, их брак. Танин родители были довольны, и мои родители тоже очень были довольны, потому что отец, вот моему отцу очень она нравилась. «Они поженились. Любить такого человека трудно, а не любить его просто невозможно», – говорила Лаврова Адали. У Татьяны оказался трудный характер, они всё время ссорились. Олегу хотелось быть для кого-то единственным. Для Лавровой главным был театр. Этот второй брак продлился недолго, всего полгода. Без споров и скандалов Олег ушёл из дома в чём был, в тренировочных брюках и домашних тапочках. Песенка шута в исполнении Даля в фильме «Король лир» режиссёра Козинцева родилась прямо на съёмке из импровизации актёра. Увидев снятый материал, автор музыки к фильму Дмитрий Шостакович сказал, ничего писать не надо, Даль всё замечательно спел сам. Тот, кто решился по кускам страну свою раздать, тот приобщился к дуракам, он будет мне подстать. Мы станем с ним, рука к руке, два круглых дурака. Один в дурацком колпаке, другой без колпака. Что касается Григория Михайловича, он относился к Олегу как к сыну. Причём он очень строгий был человек вот в этом отношении. И если в группе кто-то себе позволял, всё, он просто изгонялся. Что касается Олега, бывало так, что Олег, скажем, он приходил на следующий день после этого. То есть, как бы остатки состояния того. И тогда Григорий Михайлович говорил, Олег, быстро лечь и отдыхать. Вот почувствовал эту хрупкость невероятную в нём. Именно хрупкость. Когда собственная душа в противоречии с миром ходит. И в любой момент от неловкого прикосновения она может разрушиться. Когда Кузенцева спрашивали о причинах такого его отношения к Далю, режиссёр отвечал, мне его жаль. Он не жилец. Его слова окажутся пророческими. На съёмках режиссёр скажет артисту Далю, твоя привилегия – говорить правду, как и у шута, которого ты играешь. Найми мне, дяденька, учитель. Я хочу научиться врать. После встречи с Кузенцевым, Даль начнёт вести дневник. Отныне все свои переживания он будет доверять только этой маленькой зелёной книжечке. На съёмках фильма «Король Лир» Даль знакомится с Лизой Апраксиной, внучкой выдающегося литературоведа Бориса Эйхенбаума, друга Кузенцева. Лиза работала на картине монтажёром. К моменту их встречи Даль считал себя абсолютным холостяком. После съёмок она позвонила ему первая. «Алё, Олег, это Лиза». «Кто Лиза? Какая Лиза?» – резко ответил Олег и положил телефонную трубку. Позднее он объяснил ей, когда он работает, и особенно в театре, то никого и ничего не слышит и не видит, кроме партнёров. Третий брак оказался самым прочным. Они прожили вместе 10 лет, до самого ухода артиста. Став женой Даля, Лиза на все съёмки ездила с ним. Семья для Олега стала надёжным убежищем, где можно было разрядиться, как говорится, выпустить пар. Это была единственная женщина, с которой он мог быть рядом, которая могла бы его принимать таким, прощать таким, любить таким. Он самый трудный момент, если он был далеко от дома, тут же сразу же была Лиза. Ему сразу нужна была Лиза, только Лиза. Этот период был непростым для Олега. Ролей не давали, начались метания, недовольство собой. В те годы он стал чаще выпивать. Лиза считала, что справится с этой его слабостью. Они жили вместе, что там было, какие вещи происходили между ними, не могу сказать. Но Даль был с ней. И она очень многое делала для него. Это она его подобрала в состоянии очень неважном и поставила его на ныне. Даль всегда мечтал о своем кабинете и большой квартире. Получил ее только за три года до смерти. Вместе с Лизой и ее мамой все вместе они переехали в дом на Смоленском бульваре. Когда они получили квартиру, меня позвали. Олег подвел меня к стеллажам. Там целая стена стеллажей. В середине зеркало. И Олег нажал на что-то возле этого зеркала. И дверь открылась. Ну, как в каком-то фильме средневековом. В стене дверь открылась. И он сказал, а здесь мой кабинет. А я знала, что у него мечта. У него никогда не было своего угла. Но он был такой счастливый. Он не улыбался, но глаза просто, знаете, как искры из них. Я надеялась всегда на него. Как ни странно, Гайдай, вероятно, тоже. Он мне обратил мое внимание. Он говорит, вот посмотрите, как Олег владеет жанром. Когда ему чистить ботинки, там, мальчик. И он пойдет и в жару, и в любой холод. Где-то здесь купит он, ходит. И он во время... У него вот зонтик так висит. И он во время того, как мальчик чистит ему ботинки, он вдруг раз и перепрыгивает, и другую ножку. Он меняет ножку. Это не было договорено. Об этом никто и договорился. Просто он должен был одно. И он так раз, легко раз, поменял ножку. Это в жанре. И Гайдай мне сказал, вот посмотрите, это в жанре. Хорошо знает он дело. У него острые стрелы. И летят, и летят стрелы. И в нас со всех сторон забавляется. После ухода из Ефремовского современника, Даль пришел уже в современник Галины Волчек. Вернулся к настоящей работе. Я помню, как он репетировал Ваську Пепела. Я зашел в ВТО, в ресторан. И сел с ним за столиком. Он был немножечко уже разгоряченный. Но разгоряченный. И он рассказывал, как он Пепла понимает, как он играть должен. Ему надо было высказаться, проверить. А потом я видел спектакль и понял, как он угадал эту роль. Это Пепел, он сгорал. Васька Пепел в «На дне по-горькому». Сэр Эндрюй Дьючек из «Двенадцатой ночи» Шекспира. Наталья стремилась попасть вся Москва. Только вот ни в одной рецензии не было упомянуто имя артиста. Он играл «Двенадцатой ночи». Это был не Олег, это фитюлечка такая тоненькая, ломающаяся на ножках, ручках. Это совершенно было проявление колоссального таланта. Заткнись, братец! Заткнись, братец! Заткнись, братец! Несчастье случилось во время спектакля на дне. Подвернул ногу. Не могу ходить. Доигрывал спектакль с адской болью. Завтра «Двенадцатая ночь». Замена Даля нашлась быстро. Незаменимых нет. Олег обиды не простил. В один из периодов ухода из «Современника» он оказался на Бронной Уэфроса, он оказался на телевидении, он все время оказывался в каком-то кино. И все это его не устраивало и не удовлетворяло. Ну вот это вышел журнал про Олега. И я попросила, говорю, напиши мне что-нибудь. Вот он написал. Ириша, милая, будь счастлива, и пусть у тебя сбудется все, 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 чего ты заслуживаешь и чего тебе хочется. Твой Олег. Не спится. А надо бы заснуть, чтобы завтра рука не дрожала. Смотрел своего Печорина. Хорошо, иду правильно. Заполнена каждая секунда, многопланово, напряженно и не заигрывая со зрителем. Вот в том Печорине, который поставил Эфрос, я сомневалась, и как княжна Мэри, и как Ира. Я сомневалась, любит он меня или нет. Иногда был такой взгляд, что... А иногда вдруг такой, как будто ты улетаешь туда от этого, от этого вот такого холода и колючести. Я вам открою всю истину. Я не буду ни оправдываться, ни объяснять своих поступков. Я вас не люблю. Я помню, что все хотели поменять местами Далия и Миронова. Многие говорили, что Миронова должен был играть Печорина. Отчего это? Мне казалось, что Андрюша выглядел гораздо добрее, а Печорин Далия был замкнутый, суровый, такой характер сразу чувствовался. Печорин Далия и Миронова. Но сейчас, сегодня, это есть возможность рассмотреть Олега. Даже играя вне этих обстоятельств Лермонтовских, просто рассмотреть человека. И можно понять, чем он приходил на съемку, чем он жил, как он видел, что пропускает партнер, чего он недополучал. Его злость можно увидеть, его уход в себя. Понимаете? Эмфрис-то угадал в нем эти качества, которые годятся для этого. Он и был похож на это время. Он и есть герой нашего времени. И пусть я умру, и не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Даль часто отказывался от ролей, когда после смерти мужа Лиза перебирала в его кабинете огромную стопку бумаг, среди них оказались отвергнутые Далем сценарии. Ирония судьбы или с легким паром Рязанова, безымянная звезда Казакова, экипаж Миты и еще много других. С экипажей начался конфликт на мусфильме. Здесь существовало железное правило отказываться от ролей нельзя. А он отказывался от ролей. Если вот экипаж, ну неинтересно ему это было. Он об этом сказал Мите. Причем они его вызвали больного, у него было воспаление легких. Приехал даже, по-моему, брат Миты, умолял просто Олег Иванович. Олег Иванович больной, согласился, поехал с температурой, воспаление легких, его забинтовали, снимали фрагмент вот этой катастрофы в самолете, если вы фильм видели. Ну и продержали, там он замерзал и все. И когда на следующий день позвонили, позвонил Мита, и Олег спросил, что будем делать, он сказал, опять самолет, он сказал, слушай, я весь забинтован, меня там не видно, забинтуй себя, ходи сам. После отказа от съемок в экипаже в списках Мосфильма против фамилии Олега Даля была поставлена черная дочка. Ему было запрещено сниматься на студии. Актер пошел объясняться. Начальник актерского отдела Гуревич с покрасневшим от злости лицом орал во все горло. Кто вы такой? Вы думаете, вы артист? Да вас знать никто не знает. Олег молчал, сжимая кулаки. Еще минуты и ударит. Пришел домой, трясущимися руками сел писать письмо Гуревичу. Писал и рвал написанное. А в своем дневнике написал, нет, не вписываюсь я в их систему, систему лжи и идеологической промывки мозгов. Ну что ж, мразь чиновничья, поглядим, что останется от вас, а что от меня. Олег был чиновником, который всю жизнь жил, не так, как положено, а так, как ему чувствовалось. И вот это, собственно говоря, была одна из таких странных причин запрета, что лучше, вот лучше подальше, лучше вот этого вот не надо. Оставался лендфильм. В 78-м году известный петербургский режиссер Виталий Мельников начинает снимать картину «Отпуск в сентябре» по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота». Как и его герой, Даль был бесконечно одинок. Витя Зилов первое место. Он, во-первых, был очень обижен, что Мельников вообще кого-то пробовал на эту роль, потому что он считал, он был уверен, что эта роль просто, ну, как бы Вопилов чуть ли не про него писал, вот Зилова. Он считал, что это только его работа. Я приглашаю на эту картину, он говорит, да, ну, короче, разобрался целая такая маленькая сценка. Я говорю, да, и когда же пробу, я говорю, никаких проб не будет, а вот нужно будет завтра вместе с Лизой тихенько уезжать в Петрозаводск. Пауза. Я говорю, потому что всем нам будет свободнее, если начальство будет подальше. Пауза, он говорит, вот он вскочил, сказал, да, Лиза закрещала на всю квартиру. О! Держи! Это что, керосинка? Товарищи, самое главное в жизни это утиная охота. Ура! Меня пугали, что он иногда и выпить любил, и даже очень. И что же, я обнаружил, что за весь съемочный период ни разу не пил и был целиком погружен в картины, он жил ей. Предлагаю первый тост за открытие сезона. Высокие начальники посмотрели отпуск в сентябре, приняли картину без поправок и положили на полку на долгих восемь лет. Премьера прошла в Доме кино уже после смерти артиста. Это был звездный час для него, это был, пожалуй, единственный, единственный слухи, где он как-то выразил себя полностью. И вдруг, оказывается, никто это не увидит и этого не будет. Он был совершенно удречен. Он не знал, что делать дальше. В дневнике Даль тогда написал «Стал часто думать о смерти, удручает никчемность, но хочется уходить в неистовой драке». А за два месяца до смерти написал режиссеру Мельникову письмо. Крик душевный еще был такой на полях, на письма. Я смотрю, там нарисованы такие следы рукой Олега. За ним смотрю, нарисован зелов в кепке. По этим полям следы вели нарисованной аккуратненько могилке. «Все. Утопиться я не могу. Я умею плавать. Отравиться я тоже не могу. Найдут противоядие. Ружье в этой пьесе стреляло. О, Господи!» Кино Даля уже не радовало. Из театра на Малой Бронной пришел в Малый. «Сранно, что он кончил тем, что перешел в Малый театр. И когда его ввели на какой-то роли и надели костюм, и Боженко, который умер, он вышел на сцену и забыл все слова. Олег волновался, голос дрожал, речь была замедлена, постоянно сбивал суфлер. В то время Малый был, пожалуй, единственным местом, где еще пользовались этим раритетом старого театра. Вечером написал объяснительную записку руководителю театра Цареву, хотя никто и не просил. «Вот был мной провален, и вся вина лежит полностью на мне». Когда в Киеве жене Даля, Лизе, выдали заключение о смерти, она не смогла заплакать. Не было сил. Она терзала себя, если бы я была рядом. Он сказал, «Я на два дня, это всего лишь пробы». Спорить с Олегом было бесполезно. Пришел в этот гостиничный номер свой, закрылся. Что там произошло? Неизвестно, говорят, какой-то таблеткой подавился или что. Но когда открыли дверь, потому что его ждали на опробу, а его не было, он оказался в номере, а номер был закрыт. Сломали дверь, он уже, уже его не было. В 39 лет, 40 не было. Ушел очень странно. Два коротких и сухих сообщения о смерти в Вечерке и московском комсомольце. Ведь он даже незаслуженный. Люди звонили друг к другу. Умер Даль. Даль? Умер? Не может быть. После смерти Олега Лиза раздавала на память рубашки мужа. Одну Светлане Ключковой, другую, любимой партнершей и близкому другу Олега, Ирине Печерниковой. Так, сейчас мы в нее вденемся. Вот так. Вот эта волшебная рубашка. Разрешение на Лермонтовский вечер, которым жил последние месяцы Олег Даль, пришло в день похорон. Можно, играйте, но играть было уже некому. Он, как и многие артисты, пробовал писать, пробовал ставить, пробовал снимать, пробовал сам себя режиссировать. И, к сожалению, вот я думаю, что это все не реализовывалось, не реализовывалось и привело вот к этой его ранней смерти, к раннему уходу. На площади перед Малым театром собрались те, кто его любил. Огромная толпа людей. А он и не знал, что их будет так много. Незаменимые есть. Незаменимых не бывает. Да все бывает. Таких, как он, нету. Есть другие, очень хорошие, но не такие, как Олег. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Счастье дано Повстречатель беду еще Есть только миг За него и держись Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь Есть только миг Между прошлым и будущим Именно он Называется жизнь ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА